Страны о Большой Семерке не решились ввести полный запрет на экспорт в Россию при двери саммита в Хиросиме, пишет Блумберг, но пообещали замолить голодом российские ВПК. При этом Британия объявила новые санкции против пяти банков, ряда металлургических и транспортных компаний, а США включили свой санкционный список «Полюс», «Полиметалл» и «ВНИИ-ГАЗ». Запад вводит новые санкции, но отказался от тотального запрета на экспорт в Россию. По крайней мере, так утверждает Блумберг, по данным агентства, согласование эмбарго признали слишком сложным. Вместо этого члены Большой Семерки обещают заморить голодом российские ВПК, а США и Британия существенно расширяют санкционные списки. О решениях Хиросимы. Андрей Ромашков. Переход от режима точечных запретов к режиму точечных исключений мог стать едва ли не самым серьезным ужесточением санкций в отношении России за последний год. Как сообщали западные СМИ, часть членов Большой Семерки настаивали, что число и сложность введенных санкционных пакетов создает необходимость упрощения, и лучше попросту запретить экспорт всего, а для отдельных категорий сделать исключение. В числе таковых назывались, например, продукты и медикаменты. Теперь, как сообщает Блумберг, от идеи решили отказаться, или хотя бы не принимать решение на этом саммите G7. Сообщается, что причиной стали опасения по поводу сложности согласования тотального запрета. В частности, Евросоюз, как восьмой член Семерки, должен был бы согласовать эмбарго со всеми членами Блока. Видимо, это признали проблематичным. Вместо этого страны G7 объявили о намерении усилить существующие санкции и расширить отдельные списки. Комментирует политолог Георгий Бовт. В принципе, ничего хорошего там не готовят. Очередной виток санкционного давления и очередной виток усиления помощи Украине. Ставка делается на продолжение не только военного противостояния силами ВСУ, но и экономического противостояния силами уже всего коллективного Запада. Было заявление, что Семерка приветствует продление зерновой сделки. Однако, никаких положительных решений по удовлетворению хотя бы частично тех российских требований, которые выдвигались как условия продления этой сделки, пока тоже не прозвучало. Наоборот, прозвучали новые санкции в отношении представителей гражданского бизнеса России. Я думаю, что все уже на Западе вполне готовы и морально, и материально к тому, что военный конфликт на Украине подлится еще не только в этом, не только в следующем, но, возможно, еще несколько лет. Я думаю, там в каких-то сценариях прописывают и такие варианты. Думаю, что никакое поражение Украины для Запада не является политически приемлемым. Пока, во всяком случае, повышающаяся цена поддержки Украины, может быть, и смущает, но они готовы платить. Пока я пределов их платежеспособности, честно говоря, не вижу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минторг США, страна ужесточает экспортный контроль в отношении промышленных секторов России и Белоруссии. Под запрет попадают более 1200 наименований, в том числе ковровые покрытия, косметика, парфюмерия, а также антиквариат, алкоголь и часы. Дополнительно вводятся ограничения в отношении 69 российских юрлиц, в том числе концерна «Аврора», Казанского порохового завода, Тульского машиностроительного завода, Санкт-Петербургского горного университета и Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина, а также двух компаний из третьих стран – Армении и Киргизии, обвиненных в содействии и уклонению от санкций. Список физических лиц расширен на 43 позиции. Среди прочего это вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова, гендиректор венчурного фонда «Восход» группы «Интеррос» Руслан Саркисов и бизнесмен Игорь Кисаев, крупный совладелец группы «Меркурий», которая управляет сетями «Красное и Белое» и «Бристоль». Одновременно меры вводят Британия. Они затронут 86 физических и юридических лиц из России, в том числе Банк Тиньков, Росбанк, АФК «Система» и ряд других компаний ВПК и экспортных секторов. О последствиях для экономики рассуждает экономический обозреватель Вячеслав Абрамов. Те санкции, которые мы увидели с устрасть стороны Великобритании в отношении некоторых наших методологических компаний, на мой взгляд, те санкции особо никакой роли не сыграют. То есть там некоторые компании не так уже находились под санкциями, поэтому влияние будет ограничено. Компании уже, в принципе, адаптировали все свои поставки и ведение бизнеса. Что касается буквально недавно опубликованной санкции страны Минфина США, две компании наши золотодобывающие попали под санкции в черный список – это Полис и Полиметал. Мы видим, что сейчас акции достаточно негативно отреагировали, но есть нюансы. Пока сложно сказать, насколько это будет непосредственно сильно влиять на бизнес компании, потому что там есть поправки, что не все дочерние предприятия также внесли в список. Поэтому я думаю, что так или иначе, как бы сейчас в моменте есть негатив, но в то же время, думаю, что там на следующей неделе, через неделю, в принципе, уже у всех будет понимание, что особо как-то сильно это на компании не повлияет. Поэтому мы вполне себе сможем продолжать вести бизнес с точки зрения этих компаний. Как говорится в заявлении, «семерка» намерена увеличить издержки России и тех, кто ее поддерживает, чтобы заморить голодом российскую военную машину. Страны клуба продолжат заморозку российских активов, пока Москва не компенсирует ущерб Украине, и примут меры, чтобы предотвратить использование филиала в российских банках в третьих странах для обхода санкций. Также G7 планирует снижать зависимость от России в сфере ядерной энергетики. Первые ответные меры Кремля уже объявлены. Как сообщили в российском МИД, под санкции попадают 500 граждан США, в том числе руководители ветвей исполнительной власти, избранные в прошлом году конгрессмены и главы компаний ВПК, а также знаковые фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Россию, об экономических ограничениях не сообщается. Сразу три азиатских саммита. Япония приняла встречу Большой Семерки, Пекин организовала первый саммит Китая и Центральная Азия, а в Саудовской Аравии состоялся съезд Лиги Арабских Государств. Самые любопытные в Джиду позвали не только президента Сирии, но и Украины. И если Асада большинство арабских лидеров встретили тепло, то Зеленский большого понимания там не нашел. В Азии прошли три международных саммита одновременно. Япония приняла встречу Большой Семерки, в Саудовской Аравии состоялся съезд Лиги Арабских Государств, а Пекин организовал первый саммит Китай-Центральной Азии. О том, как все собрались поговорить, Андрей Ромашков. Саммит Лиги Арабских Государств прошел в пятницу в городе Джидда, экономической столице Саудовской Аравии. Мероприятие запомнится двумя моментами, историческим и, скорее всего, конъюнктурным. Во-первых, арабские столицы вновь пригласили к диалогу Сирию, которая провела в дипломатической опале более 12 лет. С началом гражданской войны в стране ее членство в организации было приостановлено, а теперь на саммит приехал сам Башар Асад. Сирийский лидер заявил об исторической возможности перестройки региона с минимумом иностранного вмешательства. Судя по всему, воссоединением Лиги довольно не все. Как пишет Аль-Монитор, эмир Катара Тамим Аль-Тани, который называл Асада военным преступником, покинул зал заседания перед его выступлением. Похоже, в знак протеста. Другим необычным гостем саммита стал Владимир Зеленский, призвавший арабские страны поддержать украинский мирный план, подразумевающий возврат территории Киеву. Судя по всему, это тоже восприняли холодно. К вечеру Саудовский МИД заявил, что придерживается позитивного нейтралитета и поддерживает Россию и Украину в равной степени. Комментирует доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Серегичев. Компенсировать в глазах американцев такое вот телодвижение дипломатическое, они пригласили Зеленску, чтобы показать, что нет, мы под русских не прогибаемся. А что означает Демар Шемира Катара, который покинул саммит после приезда Асада? Просто в свое время он там вместе со всеми остальными ребятами вложил миллиарды в оппозицию сирийскую. Другие, правда, те же самые судьи-то тоже вкладывались, однако не обнимается с Асадом. Я думаю, что возможно, чтобы не портить отношения с американцами, он не возражая против решения лиги вернуть свой состав в Сирию, он как бы вот так продемонстрировал свои личные отношения. Я думаю, тоже игра на публику. Другой региональный саммит Китай-Центральная Азия прошел в пятницу в Сиане, одной из четырех великих древних столиц Китая. Сообщается, что Си Цзиньпин предложил участникам расширить трансграничную торговлю и обещал выделить странам региона экономическую помощь на миллиарды долларов. Также председатель КНР сделал выпад в адрес западных лидеров, обвинив тех в сдерживании развития Пекина и разжигании цветных революций. Продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Китай выступает и сейчас довольно крупным инвестором в этом регионе. И, например, Си Цзиньпин буквально на днях объявил, что Китай предоставляет около 3,7 миллиарда долларов США в виде финансовой помощи и поддержки стран Центральной Азии. Это, конечно, во многом приведет к тому, что китайские товары тоже будут пориентированы на рынок труда Центральной Азии. То есть, в общем, это для стран этого региона очень важный момент. Но есть еще и политическая составляющая, потому что, конечно, не случайно это происходит параллельно с проведением Большой Семерки. Большая Семерка, очевидно, посвящена тому, как сдержать Китай, как не пускать китайские товары, самые главные китайские технологии в Западный мир, а также в ряд региональных рынков, например, Австралии и Новой Зеландии. Китайская же инициатива по Центральной Азии в основном направлена на, наоборот, расширение максимального влияния взаимодействия и торговли. Трехдневный саммит Большой Семерки начался в пятницу в японской Хиросиме. Как пишет рейтер, главными темами контактов стали отношения Запада с Китаем и Россией. По данным агентства, в Черновик-Каменнике вошло заявление о том, что G7 стремится сократить избыточные зависимости от КНР и противодействовать пагубным практикам в областях технологий и данных, но не стремится навредить стране или замедлить ее развитие. Клуб развитых экономик, на который приходится около третьей мирового ВВП, призывает Пекин поддерживать мир в Тайваньском проливе и оказать влияние на Россию по Украине.